Здравствуйте, эфир канал Культура, программа Наблюдатель. Сегодня наблюдать доверенно мне. Меня по-прежнему зовут Андрей Максим. Вообще есть какие-то такие постоянные вещи. Вот не только то, что меня зовут, а, например, конкурс «Челкунчик». Он уже проходит 19-й раз. 19-й конкурс. Он окончился буквально позавчера. Появились лауреаты. И вот сегодня мы будем с ними говорить. Мне кажется, что это всегда очень интересно, потому что вообще мне лично очень интересно разговаривать с детьми, потому что я-то уверен, что дети интереснее, чем взрослые. А когда приходят интересные дети, интересные взрослые, тогда, конечно, мне кажется, все должно быть интересно. У нас сегодня есть победители этого конкурса, есть члены жюри, и есть члены жюри взрослые люди. Как бы надо познакомиться, вроде как, надо познакомиться. Поэтому в прологе я задаю всегда один и тот же вопрос. И сегодня этот вопрос будет очень простой. Я прошу сначала молодых, а потом опытных людей ответить на один вопрос. Кто ваш любимый композитор? Мне кажется, что это как-то даст возможность нам, ну, хоть что-то, хоть немножко понять. Первая, как всегда, у нас есть дама на эфире. Она Цуха Мурата, скрипачка из Японии. Ей 11 лет. Она получила золотого щелкунчика в номинации «Струнные инструменты». И вообще, Нацуха не очень любит давать интервью, но она согласилась к нам прийти и прийти в студию. И ответили буквально на несколько вопросов. Первый мой вопрос такой. Кто ваш любимый композитор? Чайковский. Чайковский. Ответ ожидаемый. Иван Питков. Баритонист, лауреат 19-го международного конкурса юных музыкантов «Золотой щелкунчик» в номинации «Духовые инструменты». Сейчас вы скажете про моего композитора. Сначала скажите мне, кто такой баритонист? На чем он играет? Баритонист – это духовик. Он играет на духовом инструменте. Ну, и прежде всего, он в инструменте баритон. А что такое баритон? Это такая маленькая труба. Бывает такая туба, это большая, а это маленькая, да? Ну, нет. Он чуть поменьше тубы, но чуть побольше трубы. Ну, еще выясним, почему вдруг человек играет на таком инструменте ваш любимый композитор. Чайковский. Интересно, будет ли у нас разнообразие? Иван Качкин, серебряный щелкунчик в номинации «Фортепьяно». Вообще, у меня особо любимых композиторов нет, но мне нравится играть Бетховена. Можете объяснить, почему? Он же трагический такой. Не всегда. У него вообще разные произведения, на мой взгляд. В нашем рейтинге пока побеждает Чайковский, но посмотрим, что скажут люди более опытные. Известный вам наверняка человек, Давид Герингац, филанчерист, дирижер, член жюри нашего конкурса. Ну, я обычно на такой вопрос отвечаю. Тот композитор, которого я сегодня играю. То есть, когда у вас возникает желание самому что-то, вот просто-просто межуцелить, у вас нет, вот вам хочется играть всегда? Ну, конечно, Чайковский мой самый любимый композитор. Это связано со всей моей жизнью. Но если меня спрашивают, какой мой самый любимый композитор, я люблю того композитора, которого я играю. Миша Дамев, пианист и дирижер, член жюри нашего конкурса. Ваш любимый композитор? Я думаю, что композитор, которого мне легче всего интерпретировать, легче всего исполнять, там, где мне легко понимать и не надо думать, это Брамс. Миша, извините, пожалуйста, за этот вопрос. Вы ленивый человек? Вы любите того композитора, которого проще играть? Немножко не понял вопроса. Вы сказали ленивый человек, да? Я думаю, что я, да, я считаю себя ленивым, как почти все, но это нет поэтому. Я просто думаю, что Брамс – это композитор, который я понимаю просто. Я думаю, что я понимаю. Я хотел начать. Мы поговорим побольше про конкурс, про сам. Но мне кажется, очень важно задать вопрос, который редко люди задают, а на мой взгляд, он очень важный. И я, вот, Давид Евгеньевич, прошу вас первым мне ответить. А вообще зачем человеку музыка? Для чего? Музыка – это для души, музыка – это для того, чтобы петь, музыка – это для того, чтобы танцевать. А человек всегда любит петь и танцевать. Почему? Ну, так человек и сделан. Так человек и сделан. Когда кто-то невероятно узнает о каком-то счастье, он начинает вдруг прыгать, танцевать от счастья. Любовь к музыке, с вашей точки зрения, это естественная история? Абсолютно естественная. Я каждый раз убеждаюсь, когда вижу детей, которые, естественно, играют. Надо как-то разделять наших музыкантов. Ну, нацуха Мурада, понятно, у нас будет Иван-баританист, Иван-пианист. Ладно? Ну, чтобы было понятно, с кем мы разговаривали. Поэтому вот я сейчас хочу у Ивана-пианиста спросить, зачем музыка человеку с вашей точки зрения? Вам, например, зачем? Мне? Ну, вообще, потому что мне просто интересно все новое, и как бы мне музыка просто приятна в душе. Скажите, но ведь это ж тяжело. Сколько часов в день вы занимаетесь? Ну, обычно 4-5. 5 часов? 5 уроков? Это тяжело очень. Ну, это стоит того. Почему? Потому что музыка доставляет мне радость. Понятно. А что скажет Иван-баританист? Ну, музыка. Ну, это для меня средство как для передания своих ощущений душевных. Именно вот на инструменте, который я могу донести людям и тоже подарить им радость какую-то. Скажите, а вот может такое быть, что вам до такой степени грустно, что не хочется играть? Нет, такого не было. А может быть такое, что вам просто печально, но вы начинаете играть, и музыка помогает вам преодолеть эту печаль? Да. А музыка вам друг? Так и есть. Ваш друг? Да. Расскажите, Миша, что думаете об этом вы? Зачем человеку нужна музыка? Я думаю, что это часть жизни. Некоторые доктора даже утверждают, медики, что музыка – это часть вселенной. Соглашусь с теми, кто говорил до этого, музыка приносит радость. Она дает вам чувство удобства, что ли. Это самая абстрактная форма искусства. Вы не можете ее увидеть, вы не можете ее потрогать. Она идет от сердца к сердцу. Скажите, пожалуйста, Дарья Юрьевич, вы же давно занимаетесь музыкой. Надоедает когда-нибудь? Нет, наоборот. Каждый раз доставляют. Вот если какая-то ситуация стресса или усталости, стоит взять велончель в руки, все проходит, и получается, и приходит гармония и уравновешенность. А велончель вас всегда понимает? Велончель? Принимает ли она меня? Понимает. Вот это самый трудный вопрос. Для того, чтобы велончель меня понимала, нам надо проводить очень много времени вместе. Для того, чтобы она меня понимала, чтобы я ее понимал. Потому что каждый день начинается все заново. Иногда сразу, иногда не совсем. А для вас велончель кто? Друг, возлюбленная? Для меня велончель, во-первых, женского рода. Начнем с этого. Это важно. Это я счастлив, что мы говорим по-русски, потому что на других языках по-другому. Например, по-румынски велончель он. Поэтому одна моя ученица, она говорила, что у нас по-румынски велончель он. Это мой друг. Я очень рад. По-литовски тоже велончель женского рода. Ну и, значит, вы к ней относитесь как к даме? Конечно. Вы знаете, меня стюардесса спросила, а кто у вас в этом футляре? Когда нужно было там представить специальный билет. Небось, вы там жену спрятали? Я говорю, нет, это там у меня любовница. И она покраснела. Мне было очень весело. Это вы вот так относитесь. Я хочу вас, молодые люди, спросить вот что. Конкурс Чайковский, это не только конкурс. Это еще и мастер-классы. Скажите мне, кто из вас хочет, насколько это вообще полезно? Несколько часов человек вас учит. За несколько часов можно научить чему-то? Кто готов? Мне кажется, можно, да. Если ты открыт к новым видям и как бы к ощущениям, если ты можешь это воспринимать, то, в общем, это довольно полезно взять что-то новое. Потом вас начинают критиковать. Это не обидно? Ну, не всегда начинают прям уж критиковать. Просто начинают говорить собственное мнение. Не обидно? Нет. А вообще вам обидно, когда вас ругают? Ну, не знаю. Ругают не очень часто. А вы что скажете про мастер-классы? Мастер-класс, ну, это первое, это возможность показать себя и как бы показать свои ошибки. И дать возможность другим людям, которые что-то больше тебя в этом понимают, исправить их или подсказать тебе что-либо. А вам тоже не обидно? Ну, вот вы как-то решили музыкальное произведение вот так. Вы его так исполняете. И вдруг вам говорят, нет, это неправильно, надо по-другому. Надо что-то взять из этого, пересмотреть варианты игры этого произведения и сделать лучше. Вы как-то, со скольких лет играете на инструменте? С десяти. А сейчас вам сколько? Тринадцать. Три года. Не надоело? Нет, конечно. А почему вы выбрали баритон? Ну, понравился. Это нельзя объяснить? Нет. Любовь, любовь нельзя объяснить, наверное. Наверное, это правильно. А вы со скольких лет? Я уже почти десять лет. То есть я с трех с половиной лет занимаюсь. Вас, конечно же, наверное, заставили? Нет. А как, вы сами? У нас просто... Доктор маме сказал, что хорошо бы для общего развития. Ну, а мама сказала вам? Мама сказала, да. И я стал заниматься. А вы такой послушный? Мне тогда было три года. Я решил попробовать. И как? Мне понравилось. И вот. А скажите, я не умею играть ни на одном музыкальном инструменте, потому что у меня нет для этого слуха и вообще ничего нет. Но говорят, что вот когда наступает момент необходимости учить гаммы, то да ужас. И все убегают, и все мучаются. А вы тоже мучились? Ну, вы знаете, сначала да. И вообще в определенные моменты жизни по-разному для меня гаммы. Но, конечно, вообще гаммы, они же для такого технического развития. То есть это когда... Это разные планы фактуры, разные виды фактуры, которые ты можешь применить в произведениях. А вот когда... Вот те моменты в вашей жизни, когда тяжело играть гамм, вот надоело, хочется, не знаю, о чем там увлекать, как бы себя усаживали? Как бы себя заставляли играть? Или мама заставляла? Я играю, в общем, иногда их... Ну, как бы я ими разыгрываюсь, а вообще я их учу к экзамену по гаммам. Понятно, я занимаюсь тоже, но вот когда нужно сдать экзамен, вот я занимаюсь. Нацуха Мурата обещала сказать, с каких лет она занимается музыкой. С каких лет занимаюсь музыкой? С летом. С трех лет занимаюсь музыкой. С трех лет занимаюсь музыкой. Скажите, пожалуйста, Миша, я от вас хочу спросить. Вот нас сейчас смотрят большое количество родителей, которые думают, усаживать ребенка за инструмент или нет. Ему три года, ему пять лет, ему семь лет. Как понять, вот это его дело или нет? Имеет смысл ребенку заниматься или не имеет? Трудный вопрос. Если вы видите, что ваш ребенок музыкальный, что у него есть чувство музыки, нужно ему помочь начать играть на инструменте. А как понять вот это чувство музыки? Как понять, есть ли у него или нет? Проблема в том, что нужно найти кого-то, кто сам музыкант, может быть, друзья, могут быть, какие-то преподаватели. Люди, которые не являются музыкантами, очень часто не могут это рассмотреть. Они не понимают, что это. Как правило, люди узнают только те вещи, которые сами знают. Когда вы увидели это, надо подтолкнуть ребенка. Вот это и называется образованием. Но без подталкивания, без вот этого толчка не случится музыкант. Даже если ребенок не понимает, зачем вы ему помогаете, что вы ему пытаетесь помочь, сделайте это. Вы что-то хотели сказать вам? Нет, я просто про себя. Ну, как бы без давления. Не надо оказывать на ребенка давление. Не надо? Заставлять не надо? Сильно нет. А вы что, думаете, надо заставлять? Я думаю, если ребенок хочет, если, ну, что-то, ну, хочет связать что-то, чтобы что-то у него получилось, то ему надо самому достигать всего. Конечно же, нужна помощь от родителей, нужна поддержка, но главное – это желание. Моральная поддержка что значит? Ну, то есть, даже не знаю, вот меня родители поддерживают, когда мне… Они говорят вам, что вы талантливые, у вас все получится? Когда сильно не получается, говорят, что все получится, да. Скажите, пожалуйста, Давид Евгеньевич, а вас заставляли? Вот как? Вы знаете, вот я слушаю, и я без моей мамы ничего бы не было. Вот если бы мама не заставила, ну, не было бы ничего. Потому что есть много желаний у ребенка тоже и поиграться, и поиграть в футбол, и быть таким, как другие дети, которые этим не занимаются. Вот. А поэтому мне кажется, что родители должны иметь этот такт, понять, насколько они могут ребенка, ну, заставить – это не то слово. Потому что его просто не принудительным способом, а просто ему дать понять, что это очень важно. А вас заставляла мама? Заставляла. Во-первых, я не сам пошел в школу музыкальную, она меня повела, и учитель сказал, что у меня замечательные руки для велочели, потому что ему нужны были ученики. Он был молодой учитель. Да, и я ему поверил, я с тех пор вообще обожаю велочель больше всего в жизни. Это так оказалось. А вам сколько было лет? Шесть. Ну, мои братья уже играли. Ну, хорошо, вас привели, вам дали велочель. Да. И дальше у вас мама заставляла эти самые гаммы играть? Ну, она смотрела, чтобы, да, чтобы ребенка заставляла. Мне кажется, что родители все-таки должны следить, чтобы что-то происходило. Ну, что известны случаи, когда дети ставят патефон и бегают через окно. Чтобы только родители были довольны. Но, в принципе, ведь без занятий ничего не будет. И чем раньше, тем лучше. Я хочу, молодые люди, вас спросить про атмосферу конкурса «Щелкунчик». Поскольку это соревнования, это борьба. У вас там была какая атмосфера? Дружеская, недружеская? Вы друг другу завидовали? Как все происходило? На мой взгляд, дружеская. Почему? Потому что не было такого, что вот каждый смотрит вот так вот. Друг на друга. Как-то было все, ну, по-человечески. Когда кто-то там проходил второй тур, мы радовались друг за друга. А вы не воспринимаете других музыкантов как потенциальных соперников в будущем? Я пока об этом не думаю. Ну как, вот соревнования происходят как-нибудь. Не думаете? Не знаю, для меня важнее не соревнования, а скорее даже, наверное, опыт выступления. А вы что скажете вам, британист? Ну, я думаю, то, что... Про атмосферу. Про атмосферу конкурса, ну, вот она как раз-таки была дружеская. Вот это потому, что я тоже сам лично познакомился с некоторыми ребятами. И как уже сказал Иван, ну, мы тоже радовались друг за друга, когда прошли во второй тур. И радовались, особенно, когда вышли в финал. А у вас тоже нет отношения к другим младым ребятам, как к соперникам? Ну, естественно, ну, были такие моменты, когда казалось, ну, то, что, ну, это соперник, ну, типа, сложно будет. Была такая тоже мысль были. Ну, то, что, вот, он хорошо играет, а вот я плохо сыграла. А вы вообще к себе относитесь как? Вам кажется, вы хороший музыкант? Нет, я самокритичен. А вы? Мне кажется, я тоже, потому что я не очень доволен тем, как я сыграл в финале. А вообще, в принципе, вы бываете, вот Пушкин когда-то, говорят, сказал, это Пушкин, это сукин сын, написал Борис Гудунов. Или там Блок про себя сказал, сегодня я гений. Написал по ему 12 фазов. У вас было такое ощущение, что какой я прям мастер? Особо нет. А скажите, пожалуйста, Миша, а должно быть такое ощущение у музыканта или нет? Он должен иногда понимать, вот я сегодня достиг невероятных высот. Или он должен постоянно в себе сомневаться и сомневаться? Смешная сторона этой истории в том, что чем старше становишься, тем менее черно-белым выглядит для тебя мир. Нет простых ответов. Очень приятно слышать, что ребята не рассматривают этот конкурс как драку какую-то. Но когда старше становишься, видишь, что это борьба. Но это не только в музыке. Чудесно, что ребята могут это видеть с хорошей стороны вот в этом возрасте. Скажите, правда, Илья Георгиевич, что для вас было самое удивительное, когда вы слушали младых музыкантов? Совсем младых, юных. Вы знаете, самое удивительное, это неожиданность. Когда не ожидаешь от такого молодого человека такой внутренней силы или такой инспирации. Или как эта девочка запела на скрипке, как огромная певица. Это просто невозможно себе представить, что такое может быть. Значит, это в нас тоже. Что у нас есть какая-то предрасположенность, что мы думаем, ну вот маленькие люди, они, значит, так скромненько, маленько играют. А вдруг оказывается, что у них целый мир. И это оставляет огромный. А отличается исполнение, они же все исполняют классическое произведение, исполнение молодыми людьми и профессиональными. Есть какое-то отличие? Как играют дети и как играют мастера. Вы знаете, вот я переведу сразу на другое. Вот есть очень много у нас в молодежных оркестрах. И очень часто говорят, что молодежные оркестры доставляют нам всем гораздо часто больше удовольствия, чем профессиональные коллективы. И это вот лежит как раз на том, что этот энтузиазм молодых людей и их желание, их стремление все сделать как можно лучше, оно в этот момент, видимо, по-другому выражается. А у взрослых уже есть какая-то рутина. И взрослые чаще всего борются с рутиной. Потому что это я уже играл, это я знаю, это уже я играю в десятый раз. Я извиняюсь, конечно, но я последний раз вас видел на вечере Латеноса, замечательно, Фаустаса, где вы играли не только рутины. То есть вы играли так, что вы сейчас просто умрете, потому что это было такое безумное. Это то, над чем мы работаем всю жизнь, чтобы рутины не было. А скажите, а минусы какие-то есть? Вот плюсы понятны. А минусы в игре молодых людей есть по сравнению с мастерами? Они менее профессиональны? Это видно? Слышно? Ну, естественно, что все находятся на каком-то пути. Но мы детям больше прощаем, чем взрослым. А у взрослых мы уже требуем действительно такой невероятной точности, и такого невероятного высказания. А у детей это приходит просто спонтанно. Нам не надо от них ожидать. Мы просто берем то, что есть. И часто это бывает откровение. Скажите, пожалуйста, Миша, вам было интересно быть членом жюри? Это было для вас интересно? Почему? Прежде всего, я, как и мой дорогой коллега, не ожидал такого высокого уровня исполнения. Поэтому мне было интересно, конечно. И, как он и сказал, мы не самые молодые исполнители. И у французов есть чудесное выражение «если бы молодость знала, если бы старость могла». У нас тоже есть такое. И это как раз то, чего мы ожидали. Молодые люди нам дали свежесть, неожиданность. Скажите, можно ли вас просить, и можно ли получить ответ, а возможно ли говорить о том, что вы чему-то учитесь у молодых людей? В каком смысле? Не знаю. В профессиональном, в человеческом, каком угодно. Можно дать молодым людям намек на то, как надо исполнять. Но это можно сделать только, если ты имеешь к ним какую-то эмпатию, сочувствуешь им. В музыке нет вот такого четкого разделения неправильного и правильного. Было бы, может быть, и легче. Нам было бы легче писать книги, учить. Вы сказали, что чем старше, тем менее черно-белым кажется мир. Мне кажется, что это очень правильно. А вы чему-то учились у этих людей? Или так нельзя говорить? Вы знаете, у молодежи всегда можно чему-то научиться в смысле спонтанности. Вот это открытие. Потому что... Вот я всегда вспоминаю мою внучку, которой было полтора года, она первый раз увидела собачку. Вот это ее восторг, как она это выразила. Вот это и есть то самое, к чему мы не способны. И вот в музыке очень важно все-таки вот эти вот первые чувства. Мы же стараемся что-то передать публике, наше отношение к музыке или композитору. Вот эта вот передача того, что в музыке заложено, вот иметь это первозначное восхищение того момента, который вот могут продуцировать только дети. Скажите, Иван, который британист, насколько я знаю, вы получили гран-при в Риме. Да. Это что был за конкурс? Это был конкурс, на котором... Ну, получается, там был конкурс всех. Всех. Там были и пианисты, и инструменталисты, и вокалисты даже. Ну, вот практически как на Щелкунчике все соревновались друг с другом. А чем отличается или ничем не отличается атмосфера конкурса в Риме и конкурса Щелкунчика? Мне кажется, ну, она ничем не отличается. Только то, что там я играл за границей, а тут я играю на родине. А где интереснее? Здесь. Почему? Не могу объяснить. А насколько я знаю, мы договорились с Натсуха Мурата про три вопроса. Насколько я знаю, вы выезжали куда-то из Японии сейчас второй раз в Россию. А где вы были первый раз? Куда вы первый раз выезжали из Японии? Италия. То есть вы были там же, где... Скажите мне, пожалуйста, Иван, который пианист, вы собираетесь свою дальнейшую всю жизнь связывать с инструментом? Вы будете консультирующим музыкантом или пока непонятно? Да. Консультирующим музыкантом. То есть ваша дорога дальше консерватория, победа в конкурсе Чайковского и вперед. Ну, условно говоря. Да, так вы предполагаете? А скажите мне, а не страшно? Вот это же мир... Ну, во-первых, мир очень сложный музыкант, вы знаете без меня. Во-вторых, очень большая конкуренция. Очень много пианистов. И в том числе замечательных. Они все прибывают, прибывают. Вы должны выделиться на их фоне. Вам не страшно связывать свою жизнь с этим? Нет. Почему? Ну, потому что... Даже не знаю, как на этот вопрос ответить. Вы верите в себя или вы верите в судьбу? Или вы верите во что? Ну, наверное, верю в себя. В этом случае есть такая уверенность? Ну, у меня нет уверенности там в победе, но есть уверенность... Чувство, что я, в общем, могу что-то передать людям и, возможно, этим могу отличиться. Скажите, вот вы, когда играете на инструменте, наверное, вы испытываете какое-то счастье, да? Вот в момент игры. Да. Это счастье когда-нибудь вне инструмента, в обычной жизни вы испытываете что-то сопоставимое с этим? Испытываю. Тогда что? Когда есть какие-то яркие... Ну, вот, например, есть похожие ощущения, когда играю, например, и вот какое-то место очень совпадает с какими-то моими событиями в жизни, которые у меня были, я вспоминаю, и мне вот становится так же приятно, как тогда было. А для вас игра на инструменте – это исповедь? Ой, даже не знаю. Или вы такими категориями не размышляете? Думаю, что нет. Скажите, пожалуйста, вот сейчас не знаю, с кого начать, вот молодые люди, они собираются делать музыкальную карьеру. Кто же собирается делать музыкальную карьеру? Они собираются делать музыкальную карьеру. Самый главный совет дать им, что нужно сделать, чтобы она получилась. Кто хочет? Первый. Так, понятно. Пожми для друга руки. Вы знаете, это объяснить невозможно. Объяснить невозможно. Но есть очень важный опыт. Мне кажется, что путь к успеху и путь к цели, он часто гораздо важнее, чем сама цель. Вот это для меня так было. Потому что ведь можно себе поставить цель, конечно, и к ней идти. И если эта цель останется недосягаемой, то будет большое разочарование. А вот путь к этой цели, вот занятие, это стремление к совершенству, в общем-то. Совершенства нет. Можно только стремиться к нему. Поэтому вот это стремление к совершенству на пути, это доставляет огромное удовольствие. И вот если молодые люди правильно это поймут, они получат очень много интересных и знаний, и ощущений, и получат самое лучшее развитие. А скажите, а можно ли говорить, что любимое дело – это такое дело, в котором процесс важнее результата? Ну, это практически то же самое. Ну, так можно сказать? Абсолютно, да. Что вы теперь, ваше очередь? Что вы посоветоваете? Нужно знать, какой у тебя талант, какого типа талант. Нет, нет. Я знаю, какой талант они имеют, поэтому я скажу им, не забывайте. Поскольку я знаю, какой у вас на самом деле талант, я скажу вам просто – никогда не сдавайтесь, никогда не отказывайтесь. Никогда. Почему? Потому что, если вы это сделаете, если вы откажетесь, вы будете несчастны. И будет еще множество возможностей, когда вы скажете, ну, мне надо сдаться, тут нечего ловить. И вот в чем дело. Обычный человек, для него это не страшно, но с вашим талантом вы будете несчастны, потому что вы упустите большую возможность. Неважно, большая у вас получится карьера или не очень какая-то заметная. Я объясню, почему я вам это говорю. Два месяца назад со мной вот что произошло. Мой очень близкий друг, Валерий Гергиев, поскольку, помимо дирижения, еще много чего делал, он мне сказал. Когда я ему сказал, я, наверное, на год возьму паузу, да? Он посмотрел на меня и сказал, как друг я тебе скажу, не делай этого, не делай, не позволяй себе этого. И я не позволяю тебе. Я просто, честно говоря, замер, потому что такое удивительное сейчас произошло слияние. Я тоже стал воспринимать то, что вы говорите, как урок себе. Тоже мне кажется, это важно. Я хочу спросить у вас, Иван, который пианист, а как воспринимают ваши ровесники то, что вы так много занимаетесь на инструменте? Вы выглядите лидером, странным человеком или каким? Среди вот просто ваших ровесников. Конкретно здесь или у меня в городе, в школе? У вас в городе, в школе, да? А, мне кажется, я особо не выгляжу лидером. Вы учите в музыкальной школе или в обычной? При консерватории в ССМШ. То есть там-то такие все? Ну, я бы не сказал, что там такие все. Некоторые, например, хотят после школы поступать не в консерваторию, а просто в какие-нибудь другие там институты. То есть они не хотят продолжать свою музыкальную школу. Вы когда вернете сейчас в музыкальную школу, вас поздравят с победой? Это будет для людей, для ваших для ваших одноклассников радость или нет? Для некоторых, например, для моих друзей, да? А для остальных, я не знаю, они могут завидовать, но... Ну, как бы... Мне очень приятно, когда меня друзья поздравляют. А вы боитесь зависти человеческой? Ну, не знаю, я стараюсь не завидовать, потому что, например, вот я очень сильно радовался, заявила, что у него первые премии, потому что, мне кажется, он очень достоин этого. Удивительно. А скажите, сейчас я вас... Скажите, пожалуйста, мне, Дарья Ильич, а это правильное качество музыканта завидовать, не завидовать, а восторгаться успехом другого? Это качество не будет мешать человеку дальше? Мне кажется, что успех другого тоже и во-первых, можно порадоваться за друга или за другого человека, и это тоже и инспирирует самому стремиться иметь в следующий раз больше успеха. Скажите мне, Иван, баританист, а где учитесь вы? Я учусь в обычной музыкальной школе. Где? В городе Кольске, на Сибирской области. Вот так гордо, поэтому мы повесили майку. А как встретят, как вам кажется, как вас встретят в этом городе Карасук? Ну, я думаю, то, что те люди, с которыми я общаюсь, которые меня знают, ну, я думаю, они будут радоваться, то, что я проявил себя в этом конкурсе. А как вы попали на конкурс? Как это технически произошло? Как вы это делали? Мне предложил мой преподаватель, но я не отказался, мы отправили запись, и я попал. И все. А вы так же? Ну, честно говоря, я хотел участвовать на конкурсах, ну, и мои родители тоже. Вообще, я должен был участвовать на двух конкурсах еще два года назад. Но у меня случилась большая неприятность, я сломал позвоночник. И в результате я не попал на эти конкурсы. и вот я решил, что мы решили вместе, что можно попробовать себя на щелкунчике, хотя вообще это первый конкурс в моей жизни. А сейчас все в порядке с позвоночником? Да. Так страшно сказать, что она позвоночника. Ну, это звучит только страшно. А все хорошо? Да. Ну, и в результате вы сделали записи и послали на конкурс? Да. Я не могу вас не спросить, может, это не имеет прямого отношения к он щелкунчик, но имеет прямое отношение к музыке. Я знаю, что вы, ну, все знают, что ученик Ростропович. Мне кажется, что если можно вспомнить Ростропович, надо это сделать в любой ситуации. Если просто можно, надо это сделать. Чему, опять же, это можно ли это сформулировать? Чему самому главному он вас научил? В музыке, в жизни? Вы знаете, он очень уверенно однажды сказал, ты понимаешь, что надо всегда быть первым во всем. И вот он этим своей жизнью доказывал. У него уже интересное очень имя Мстислав. И вот его папа не отличался большими, скажем, боевыми качествами, локтями. как нужно, в общем, надо иметь наши профессии. И он всегда говорил, что вот я должен отомстить за папу. Папа не сумел пробиться, он был замечательный, талантливый. А он сам как раз имел вот эту волевую структуру пробиться и вел нас за собой. И мне кажется, что это оправдалось. Потому что вот это желание действительно добиться самых лучших результатов, оно очень важно. Скажите, пожалуйста, Миша, профессия музыканта нужны локти? Локти нужны? Нужны умения? Да, нужны. Конечно. Музыка – это часть жизни. «И да, надо сражаться, бороться по очень важной причине. Ну, конечно, не надо уничтожать других, да, это не значит, что надо уничтожать, но тем не менее. надо бороться, например, с нотами, да, вот вы видите, написаны ноты. Надо бороться с самим собой. Это самая трудная борьба. Ну, это как бы хорошая часть, хорошая сторона музыкальной. И если вам не нравится борьба, тогда лучше не начинать. А плохая часть? The same. И плохая часть тоже самая. А как можно, вот это меня всегда удивляло, вот как можно с одной стороны работать локтями, а с другой стороны играть Брамса или Моцарта? Ведь когда ты работаешь локтями, у тебя одни качества души востребованы, а когда Моцарта и Брамса совсем другие. И вот как сделать, чтобы эти качества, которые нужны для музыки, не исчезли от этой борьбы? Я не думаю так. Я думаю, что локти это часть тела, и самое худшее. И как и сердце. И драться нужно всем телом. Драться или борьба, или как вам просто хотят сказать, но я думаю, что это просто часть жизни в этом случае. Скажите мне, Ивана, кто хотите сначала первый. Вы готовы к борьбе? Вот именно мы сейчас говорим, к борьбе со своими соперниками, к борьбе для того, чтобы выйти к зрителю и показать свой талант. Вы к этому готовы? Честно говоря, не знаю. То есть у вас такой проблемы нет? И вам кажется, что ее не будет? Я знаю, что она будет, но пока ее в общем, наверное, не было. А вы? Я не понял вопрос. Повторите, пожалуйста. Готовы ли вы к борьбе за то, чтобы пройти к зрителю, за то, чтобы, растолкав каких-то людей, выйти вперед? Вот такой борьбе, о которой сейчас Миша говорил. Я не думаю то, что это надо. Вообще. А что, с вашей точки зрения, давайте так спросим, что, с вашей точки зрения, надо музыканту молодому, чтобы стать звездой и чтобы состоял в своей карьере? Какие ему нужны и все? Это самое важное. Но ведь есть огромное количество молодых музыкантов, которых желание есть, а результата нет. Или значит, у них не было желания на самом деле? Возможно. А вы что думаете, какие нужны самые главные качества молодого музыканта, чтобы победить? Мне тоже кажется, что желание и, наверное, понимание того, куда ты стремишься, к чему ты стремишься. А вы к чему стремитесь? Я прежде всего к пониманию музыки, которой играю. А музыку можно понять? Или музыку надо почувствовать? Я думаю, что почувствовать все-таки. Скажите, пожалуйста, вам обоим вопрос, как хотите отвечать. Я хочу вас спросить, что вас больше всего поразило на конкурсе? Это может быть чье-то исполнение, это может быть ваше собственное поведение, это может быть город Москва, что угодно. Что вас поразило больше всего на конкурсе Щелкончиков? Это атмосфера, именно атмосфера, которую создали организаторы, с помощью которой можно было выступать. Ну, вот, в принципе. А вас? Думаю, что мне кажется, что тоже атмосфера и, наверное, состояние, в котором ты находишься в общем, в процессе конкурса. Потому что вот такая организация, как бы, она дает возможность как же это сказать лучше? Проявить себя? Ну, наверное, да. А очень страшно выступать на конкурсе? Нет, страшно. Вообще не страшно? Для меня не страшно. Как зал, люди, оркестр. Вообще не страшно? Ну, не очень. А вам? Это уже привычно. Вам сколько лет? Тринадцать. Тринадцать лет привычно выступать в большом зале? Отлично, мне кажется, замечательно. Вам, органисту вам не обращаюсь. Вам кажется, что организаторы конкурса создали такую атмосферу, которая помогла участникам проявиться лучше всего? Так я понял? Ну, атмосфера, именно в которой они выступали. Мне кажется, так. Скажите, пожалуйста, Давид Геевич, как вам кажется интерес к классической музыке сегодня в нашей стране? В России вы живете в разных странах, но вы знаете очень хорошо нашу страну. Увеличивается или уменьшается? Знаете, это зависит от того, сколько показывают по телевизору, сколько возможностей есть у людей иметь возможность посещать искусство, концерты, выставки, читать, сколько, как состоит их жизнь из чего. И мне кажется, что это во все времена одинаково. Это зависит от людей, от желания. Ведь одни люди, живущие в том же городе в то же самое время, интересуются искусством, а другие нет. Так что зависит от людей. И зависит, конечно, от средств информации. И можно заметить тоже и у молодых людей, если ты их приведешь на что-то особо интересное, интеллектуальное или что-нибудь, классическую музыку, это может их тоже зажечь и открыть новую страничку в желаниях. Так что мне кажется, то, что есть, допустим, такой телевизионный конкурс для детей, это очень позитивное мероприятие, потому что другие дети, которые это смотрят, они тоже могут быть восхищены и, может быть, это им поможет открыть для себя новые возможности. Миша, вы как и Давид, человек мира, вы живете в мире. В мире интерес к классической музыке падает или возрастает? Если почитать статистику, классическая музыка интереснее по всему миру растет. Особенно в Китае. Вообще в восточном мире. хотелось бы мне сказать о России. Я дирижировал в России последние 20 лет. А живу я в Швейцарии. И я бы сказал, что Россия это потрясающий пример. классическое музыка и классическое искусство в целом потрясающий потрясающий пример того, как классическая музыка и вообще классическое искусство остаются все-таки частью жизни, ежедневной жизни людей. лучший пример вот канал культура или такой конкурс как щелкунчик. И это хорошо не только для России. Не только для россиян это хорошо. Это для всего мира полезно. это часть нашей европейской высокой культуры, которая делает нас теми, кто мы есть. И у меня огромное восхищение перед вот перед этими культурными достижениями России. Они уникальны. Вот поскольку вы мне очень нравится с вами говорить, вы как-то очень искренне отвечаете, я вам задам вопрос, для меня очень важный, а вы выскажите, что вы по этому поводу. Как вам кажется, сегодня гаджеты, всякие масса всяких, телевизор, гаджеты, сегодня, как кажется вам, нужна классическая музыка? Людям она нужна? Если нужна, то зачем? Давайте вот с вас начнем. Ну, классическая музыка, я считаю, что она именно необходима. Почему? Ну, потому что нужно слушать, нужно ну, лично для меня классическая музыка, это вообще эмоции, это когда я слушаю музыку, у меня сразу возникает картинка, то есть я могу с помощью музыки представить какое-либо действие. А вы что-то скажете? Мне кажется, классическая музыка нужна, возможно, не каждому и вообще некоторым она нужна в определенные моменты жизни. В трудные? В трудные, да. Иногда, в общем, мне кажется, потому что она передает часто какое-то состояние, то есть и ты чувствуешь, что когда слушаешь музыку, ты чувствуешь, что в общем как с помощью музыки передается это состояние. Скажите, а вот когда у вас случилась эта вот травма такая, вы же, наверное, не могли в этот момент играть? Нет, я не мог, я лежала целый месяц. А вы слушали музыку? Музыку, конечно, слушала. Классическую. Вот человек получился прелом позвоночника, он ли какой классический? Кого вы слушали? Я сейчас, честно говоря, уже... А вот в таком состоянии, в тяжелом, когда человек находит состояние, музыка вас поднимает или наоборот она... Конечно, поднимает. Даже когда мне очень трудно, я могу послушать музыку, и мне становится легче. Это как поддержка. А скажите мне, пожалуйста, Давид Гильевич, надеюсь, наши операторы показали, какими глазами вы смотрите на детей, это отдельная, как сказать, песня. А скажите, пожалуйста, вот это свойство человека воспринимает классическую музыку как товарища, как подмогу. Оно всем, это свойство всех людей или это какие-то отдельные люди только? Мне кажется, что все люди рождаются одинаковыми. Это все люди предрасположены этому. И зависят от того, что их окружает. И вот поэтому бывает так, что дети, которые попадают в окружение, где музыка очень естественная, она существует, и они быстро привыкают, что это части жизни, и они проявляют больше интереса и к этому больше рецептивны. А те люди, которые выросли в какой-то другой среде, у них по-другому это протекает. И поэтому это доказывает, что зависит от окружения очень сильно. То есть в принципе любой человек при желании может научить себя слушать музыку. Так же, как выучить буквы, так же научиться слушать музыку. Это просто развитие, которое необходимо для каждого. Ты согласен, Миша, с этим? Что любой человек может приучить себя слушать классическую музыку, которая считается на самом деле трудной многими и как бы нелегкой для восприятия. Трудно сказать. Я думаю, что... Почему классическая музыка интересует многие поколения? Потому что она вневременна, она вне времени по своему значению. Как говорил великий английский писатель Оскар Уайлд, только современное становится старомодным. И это показано в годах и века показали, что эта музыка дает людям успокоение, мир, эмоции. Из-за своей глубины, из-за своих качеств, как бы я сказал, одновременно и вертикальных, и горизонтальных, если угодно. Это сложный вопрос, а есть простой, это сложный ответ, а вот есть простой ответ, я его слышал в Китае от одного человека. В Китае люди просто говорили, мы приходим на концерты классической музыки, потому что они позволяют нам сделать нашу жизнь более длинной, они удлиняют нашу жизнь. Это простой ответ? Да, так. Скажите, пожалуйста, молодые люди, можно ли сказать, что конкурс Щелкунчик для вас самое главное событие в жизни пока? Ну, победа и второе место. Можете так говорить или нет? Да. А почему? Ну, а почему это для вас? На мой взгляд, Щелкунчик это самый весомый конкурс, на котором я когда-либо участвовал. И тут собираются как бы талантливые люди, которые играют просто замечательно. А для вас это главное самое событие? Ну, вообще у меня было много разных событий, но, безусловно, это мой первый конкурс в жизни, поэтому у меня, конечно, осталось очень такое яркое впечатление. Скажите, а вы как-то специально учились собираться, первый раз человек в жизни собираться, не нервничать, или это само все происходит? Или родители вас поддерживают? Ну, и родители поддерживают, и я сам учился. Как? Ну, то есть, например, перед выступлением, когда играет кто-то, меня зовут, что там нужно встать, чтобы не пропустить свой выход. И в это время я отхожу в сторону, и закрываю глаза, сосредотачиваюсь, потом выхожу, и уже как бы Это вы сами научились так делать? Ну, сначала мама помогала, а потом уже сам, да. У нас совсем уже не остается времени, Давид Гиджуев, с вас начнем, а потом самое главное пожелание этим трем молодым людям. Ну, самое главное пожелание уже Миша никогда не прекращать, а вообще просто дальше совершенствоваться и получать огромное удовольствие от того, что мы делаем. Как вам кажется, у них, у этих молодых людей есть шансы стать знаменитыми консультирующими музыкантами? У них, у троих? Конечно, безусловно. Ваше пожелание этим людям? Старайтесь быть заинтересованным во всем, что вы делаете в жизни, зная, что музыка навсегда часть вашей жизни. Ваши дамы пианисты-дирижер, член жюри 19-го международного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», Давид Геринга с фейлончиста-дирижер, член жюри 19-го конкурса «Щелкунчика» и победителя этого конкурса Нацуха Мурата, скрипачка из Японии, она получила первую премию. Баританист Иван Питков получил первую премию золотого «Щелкунчика» и Иван Качкин, пианист из Москвы, получил «Сребряного щелкунчика». Заканчиваем нашу передачу, я хочу сказать вот о чем. Мы очень часто, к сожалению, или к счастью, в последнее время стали ругать молодых людей. И когда мы говорим про молодых людей, мы всегда говорим про какие-то очень часто говорим про какие-то негативные, яркие, негативные вещи. И редко говорим про яркие, позитивные вещи. Вот мне кажется, что для меня конкурс «Щелкунчика» это не просто музыкальный конкурс, это конкурс, который показывает, какая в нашей стране замечательная молодежь, какие замечательные люди, увлеченные, интересные и глубокие, в чем, я надеюсь, вы убедились, когда их сегодня послушать. Это наши люди, многие из них наши, русские люди. Есть не русские люди из Японии приезжают. Какая в мире растет потрясающая молодежь. Мне кажется, в этом смысле конкурс «Щелкунчика» невероятно оптимистичный, потому что он показывает, что и у нашей страны, и у мира в целом есть будущее, и оно может быть музыкальным и прекрасным. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры подогнал «Симон»